Самарские новости спорта Инициатива полностью в первую очередь исходила от детей, от учащихся. То есть трудностей с подбором игроков для команды не было. У нас очень хорошие нападающие, техничные. Вратарь у нас очень надежный. Действительно первый номер, незаменимый. За кубки и медали играли школьные команды девушек и юношей в четырех возрастных категориях от 10 до 17 лет. До пьедестала почета добрались 12 сильнейших. Очень много команд, которые показывают хороший футбол. Самое главное это учителя физкультуры активно помогают им в этом, проводят тренировки, организуют мастер-классы. И в дальнейшем, я думаю, это им поможет заняться уже профессионально, перейти в спортивные юношеские клубы. По мнению ветерана Крыльев Советов Валерьяна Панфилова, который увидел все матчи финальной серии турнира мини-футбол в школы, начать играть в футбол можно в любом возрасте и при желании, возможно, стать профессионалом. Секрет успеха – кропотливые тренировки. Я начал играть в 13, в организованный, начал ходить на локомотив. Кто-то где-то увидит какой-то там технический прием, уже начинаем пробовать друг с другом, показывают все. Вот, поэтому футбол всю жизнь был, присутствовал и каждый день. Сейчас три раза там, четыре раза в неделю, а это мы каждый день бегали. Чемпион областного турнира мини-футбол в школы в старшем возрасте – команда из Красного Яра. В феврале 2017 года они поедут в Нижний Новгород на всероссийский финал соревнований. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.